итак всем привет сегодня на ремонте снегоход друга нужно поменять сальник коленвала и обслужить подвеску но заодно покажем вам как заменить сальник без раскручивания картера что на самом деле можно поменять все так просто не разбирая мотор сальники меняется сальник зали такой же как ставить завод фирма кок и заменим его для того чтобы нам заменить сальник получат сальник с правой стороны нужно снять стартер нужен съемник маховика съемником снимаете маховик добираетесь до зажигания что приступим в чем проблема прошлый год сгорело зажигание и вскрыли и увидели что подтекать сальник текет по валу ну видно что нужно для того чтобы его заменить каким методом его вытащить можно в принципе взять плоскую отвертку загнать ее сюда и выковырять сальник но так как у нас стоит этот кожух нам отверткой как не подлезть и можно в принципе сделать как он шиться такое загнуто тоже его так завести и дернуть он вылетит вылетит почему потому что сальник с металлическая обойма то есть сальники есть металл за металл зацепитесь этим крючком и выделить ее можно следующий метод это взять два самореза крутить их а потом взяться пассатижами и выдернуть сами что мы сейчас сделаем сразу скажу что крутить саморезы сальник это достаточно непростая задача так как металл сальники достаточно толстый где-то 12 миллиметра и не каждый саморез туда вкрутиться но если взять хорошие саморезы это реально сделать после того как вы вкрутили саморезы сальник нужно обстучать с четырех сторон чтобы сдвинуть его с места сальники с завода вклеены на герметик и если пи его не обстукивать то его будет нереально выдернуть из карте поэтому обстучали с четырех сторон сдвинулись сальник с места после беремся пассатижами и начинаю вытаскивать сами немножко помучившись вы все равно выдерните сальник стартера в принципе хороший сальник но потек стал ну видите мягкий очень вообще как этот короче он скорее всего от бен ну его раздела бензинами вот ну вообще как говно хоть и пружинка есть сколь сальник кок потек вот так вот оно и есть советской техники да вот парни смотрите к чему приводят летний простой без запуска сейчас беру фокус мультиподшипник весь в коррозии и на сальнике вот в этом месте на сальнике вот в этом месте видна эмульсия сальник выняли все почистили обезжирили берем новый сальник снова кок и садим его на герметик виктор рейнс даем герметику немножко подстынуть и сейчас возьмем маслица маленькая и намажем чтобы сальник нормально зашел не забрать сальник сразу же при забивании сальника будьте аккуратны в этом деле главное не спешить потихонечку обстукиваете со всех сторон и сальник войдет установка сальника завершена теперь остается прикрутить только само зажигание на место перед тем как снять ну и вам рекомендую если у вас мотор работал нормально то сделайте меточки прямо возьмите отверткой просто ударьте в двух местах засечки сделайте установите зажигание на эти же меточки все ровненько выставьте и у вас мотор будет работать точно также как работал но сальник теперь не будет пропускать воздух и получаться здесь правый цилиндр не будет беднить все устанавливаем основание и собираем все на место ребятушки может кому встречались вот такие сальники написано здесь буран номер задняя сторона как у кока как у сальника кок подскажите чей это производитель мы поставили точно такой же вот кок здесь сверху надпись кок поставили точно такой же а вот этот сальник покупали в прошлом году но что-то побоялись его ставить короче я не знаю просто чей это сальник кто производитель этих сальников но на и рт не похож ерт так и пишет ерт и ярославская резина техника вот чей этот если вы знаете чей это сальник напишите в комментариях буду благодарен чтобы поудобнее было раскручивать колесики я поджимаю в тиски и вот она каретка стоит и нормально ну а дальше трещотка на 10 и отвертка тут на заводских каретках сделано под отвертку поэтому так неудобно гораздо удобнее работать конечно же если был шуруповерт шуруповертом раскручивать и потом шуруповертом обратно закручивать но так получилось шуруповерта нету поэтому все дела вручную вы спросите зачем я разбираю полностью все все колесики там отвечу так что некоторые колеса просто-напросто заживали подшипники подшипников подшипники лифта нету но колесико не грузится попала влага хоть и стоят заводские сальники сейчас вот это колесо разберу и скорее всего она с эмульсией будет сальники на мой взгляд это ненужная деталь если вот вы например обслуживаете снегоход когда просто не новую подвеску покупаете просто купили подшипники поменяли купили резиновые колесики вот эти поменяли вот и вам предлагают купить сальники манжеты но они не сальники они манжеты то мой совет вам они не нужны в этом нет влаги но манжету мы манжету короче мы удаляем может быть сейчас у вас бомбанет в комментариях что слушать с ней вот такая вот манжетка она без колечка просто резиночка все в помойку продолжаем разбирать и к примеру на следующий сезон чтобы шприцевать уже без без манжеты смазка будет вы ее будете продавливать то есть с одной стороны с отсюда через отверстие будете задавливать а с другой стороны крышки будет выдавливаться старая смазка она может быть с эмульсией с водичкой но она выдавится и давите до тех пор пока как бы не пойдет с задней стороны свежая смазка хороший пример эти смазка должна быть черная а она на самом деле вся в эмульсе хотя стоит манжета поэтому манжеты это бесполезно я не говорю что например если вот у вас также стоят манжеты на заводских телегах и вам нужно обязательно их удалять нет если они стоят оставьте просто мы захотели убрать все каретки помыты подшипники все промыли бензинчиком чисто дальше кроме смазки самих подшипников нужно мазать оси потому что балансир работает и получается на оси трение ось достать бывает если есть выработка бывает очень сложно тут выработка не очень сильно большая но есть принципе все нормально протираем тряпочки как масло на хлеб маленько нужно смазать отверстие все ось смазали теперь приступаем к сборке колесиков а потом шприцуем так вот прокачивайте обычной тогошницы и дайте до тех пор пока по оси вот здесь начал выходить выходит мало . все хватит достаточно дальше закрываете крышечку а на следующий сезон точно так же такой уже ничего не надо будет разбирать просто продавливаете смазку до тех пор пока не пойдет свежая уже все собрали конечно не показать но вот в этих местах в трубке отверстия как бы заглушена металлическая пробочка это заводские катки они завода заглушены были вот а у меня к примеру заглушена вот такими пробками эта пробочка от кожуха охлаждения сверху затыкаются болтики и вот и все она отсюда плотненько забивается заколачиваться в трубку и все играю и вам понадобится чтобы прокачать гораздо меньше смазки а так получится что вы будете оттуда прессовать и пока вы полностью трубку всю смазка не забьете будете шприцовать и это получается если вот внутри короткий буран 12 подвесок и посчитайте у вас целая туба смазки туба полторы тубы смазки вот вот здесь в этих босях это лишний вес это не надо никому вот нашелся хороший пример плохо наверно скорее всего помыли подшипник видно да что смазка черно а вот здесь она красненько 2 алексей и вот например на следующий сезон вы будете вот так давить у вас вот сначала уходить черно старо но она вот белая с водичкой немножко и дайте до тех пор пока не полезет оттуда красно вообще помыл то его нет вообще не мыли пропустили одно колесо на убрать тряпку в грей продолжаем дальше брали тряпочку продолжаем даем до тех пор пока красненько оттуда не полезет она уже начинает идти достаточно вот она полеза и у вас также будет будете давить не полезет и вы заметите старая смазка вот например красная она была она все мной если водичка туда попадет она вот такой вот именно эта смазка она сейчас розового такого малиного цвета когда в нее вода попадает она становится такого бледно-розового цвета как будто варенье малинового засахарилась вот такого цвета и вы заметите заметите что шоя бледно-малиновая а пошла ярко-розовая значит все достаточно давить все ремонт закончен мы заменили сальник провели обслуживание подвески выпуск получился достаточно полезным такая тема как замена сальника многим интересно если у вас возникли какие-то вопросы подписывайтесь на группу вконтакте ссылки будут в описании под видео также подписывайтесь на канал ждите новых выпусков кому понравилось это видео ставьте пальцы вверх ну на этом все пока